Добрый вечер, дорогие друзья! Я рада всех вас приветствовать и надеюсь, что вы все здоровы. Мы сегодня проводим шестой выпуск нашей поэтической программы в период коронавируса «Клистая. Сборники. Друзей». Русская пословица гласит «Нет худо без добра». Дело в том, что в этот период в нашей поэтической среде, которое образовалось, такое небольшое поэтическое сообщество, которое образовалось несколько лет назад в Культурном центре вдохновения, вышло четыре сборника. И я последовательно, с большим удовольствием их всех вам представлю. Это будет такая небольшая экспресс-презентация. К сожалению, на руках я пока сборники не имею и полистать их не могу, но я уверена, что буквально в ближайшее время все мы будем иметь возможность общаться, дарить друг другу книги и радость. И начну я этот цикл презентаций с презентации сборника «Избранные стихи» Виктора Богдановича. Сборник называется «Там и тогда». Но прежде мне хотелось бы сказать несколько слов о авторе этого сборника. Я уже в этом цикле представляла его творчество. Но дело в том, что 18 мая Виктор Павлович отметил свой 85-й день рождения. И именно поэтому мне хотелось бы начать вот этот цикл из четырех программ, следующий этап именно с его творчества. И, с вашего позволения, несколько слов о авторе. Богданович Виктор Павлович. Поэт, прозаик, сценарист и режиссер. Закончил Гетис им. И. Луначарского и Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Как режиссер и сценарист работал на студиях в различных городах России, Петропавловске, Целенограде, Свердловске, ну и, конечно, в Москве на ЦТ и РТ, и в фильмопроизводящих компаниях. Работал главным редактором творческого объединения рекламы студии «Центр научных фильмов». Сценарист и постановщик художественно-публицистических программ на сцене колонного зала Дома Союзов, Кремлевского дворца съездов, концертного зала «Юбилейный» и других. Автор шести книг, стихов, повести, рассказов, пьес, телесценариев, многочисленных публикаций в коллективных сборниках, альманахах, периодической печати, член Союза писателей России, Союза писателей Москвы, Союза журналистов СССР, Международного союза деятелей эстрадного искусства, Московского музыкального общества. Его сборник «Там и тогда» включает избранные и новые стихи последних лет. Выход в свет сборника для любого автора – это праздник яркой события жизни. И я от всей души желаю, чтобы у наших авторов эти события встречались как можно чаще. Итак, Виктор Павлович Богданович, «Избранные стихи». Вернуться В трясине памяти, обманчивой топкой, В забывении забот и суеты Теряются заброшенные трубки И зарастают старые следы. На дне осыпавшегося колодца Уже не зачерпнут тебе воды, И эхо из него не отзовется, Поскольку не было в нем столько лет нужды. Но никуда не деться от мороки Без проигрышных манких лотерей, Где вновь белеет парус одинокий В туманах неизведанных морей. И значит, надо разбирать завалы На тех путях, исхоженных тобой, Как палом выжжено, Что просто так пропало, Что принято именовать судьбой. Подняться снова каменистой трубкой К обветренной безрадостной сосне И прикоснуться поцелуем робким К тому, что так и не досталось мне. Вглядеться пристальные в родные лица И дать поступкам строгий пересчет И не над вымыслом слезой облиться И оплатить хотя бы частично счет. Смочи газету уксусным раствором, Протри портретов модное стекло И честно разберись в своей истории, Пока совсем тебе не припекло, Пока душа не поддается стуже, Пока горит полночная свеча, И спелые стучат по крыше груши, Настойчиво тревожа по ночам. 2011 год. Элегия Зеленые пряди тона Струятся в озерной неге, Из этой пиалы огромный Пьет жеребенок пегий. Не чувствуя вовсе тела, Ромашек нависли грозди, Божья коровка села, Неспешно щекочет ноздри. Беркут завис, Привычно фауне зорко внимая, Неужто подлец За добычу он меня принимает? Ива стоит в поклоне Низко над плоскодонкой, Комарик неугомонный Над ухом зудит тонко. Я замер В руках шестом, Притурковатый с виду, Заворожен волшебством Сказочного рапида. Солнце высоко-высоко, Пахнет сосною спелой, Проклевываются строки, Смотно и неумело. И далеко осень, Пока медитирует цапля, Падает с морды лося В зеленую воду капля. Весенняя браталина, Мышинная нора, Все в жизни так приталено До самого ребра, Так песни горло схвачено, Что прыгает кадык, Будь ты брутальный мачо, Но, Но журавлей, Курлык врачует, Как живица, Как горькая слеза, И за ребром стучится Таинственный сезам. Но вдруг сгустится туча, Обрушится вода, Забьется мир в подучий, И налетит беда, Сомнений и желаний, Утрат и невозврат, Надежь былых камланий, Повторенных сто крат, Швыряет на канаты И катит под уклон, То ты персона гратор, То неизвестный клон, Звезда на ипполеты, И совесть на и злом, Все в жизни то и это Завязано узлом. 2016 год. Пасмурное утро. Повис туман Над старицей донца, Петух с просонья Прочищает горло, Шуршит литовка Раннего косца, И пасмурное утро Тени стерло, А влажный лес Притих и онемел, Весь в ожидании, Какому дню случится? У леса тоже ведь немало дел, И нос задрав, Принюхалась лисица. Накину телогрейку на плечо И выкури со вкусом сигарету, Конечно, Отдаю себе отчет, Что просто мне погрязелось Все это. А за окном уже шумит Москва И заставляет белкой жизнь вертеться, И понимаю я, как дважды два, Все это только отголоски детства. Но сколько буду белый свет коптить, Как наяву Все так же будет сниться И влажный лес В росе у речки сныть И робкий посвист Незнакомой птицы. 2012 год Следующее стихотворение По ту сторону Нет, Это все-таки не сон И мне не снится Погост на тысячу персон Родные лица Иду в бездушной тишине Где морты, форты И почему-то с ними мне Вполне комфортно Навстречу Тючев И Торле, Шопен, Костаки И Галилей И тот старлей, Что пал в атаке С благоговением узнаю Ко всем с поклоном Весь этот благостный приют Их дом законный Но бестелесны И легки Проходят мимо Создатель горестной строки Большого прима Плывут в прозрачной тишине Недостижимой И как тибетское шине Непостижимы И вдруг Навстречу Боже мой Отец и мама Застыл я Робкий И немой Как еж в тумане Увы Они не снизошли К моей печали Взглянули Молча И прошли И не узнали Мне столько Сколько им тогда Обоим было Как жесткой памяти Узда Виски сдавила И в этом царстве тишины Я им не встречный От нас они Отделены Навечно 2017 год Я по знаку Зодиака Упираюсь В землю Лбом Даже если Это слякоть Даже если Мне слабо И под знаком Пастернака В пашню Падаю зерном Ставлю Всю наличность Након И молитву Перед сном Вопреки Суровым Буднем Предсказаниям Волхвов Я стучу В священный Бубен Неизвестно Для кого И душа Уходит В нити Где ее Встречает Стынь Без Помарок И отметин Незаслуженных Гордынь Пусть Судьба Играет В прятки Пусть Горчат И чай И чат Но сгорает Без остатка Одинокая Свеча И останется Наградой И порукой Круговой Кроме Совести И правды В мире Больше Ничего 2010 год Приехали Уже Не нужен Больше Мне билет Отпели Свой Репертуар Кобзоны Проводники Закрыли Туалет Перед Последней Санитарной Зоной Уже Постели Велен Сдавать Как лошадь К дому Бег Ускорил Скорый И громче Суматошные Слова И в прошлом Реки Города И горы Оборвана Невидимая Связь Непрочных Паутин Дорожных Будней Которые Соединили Нас Случайно Странно Временно Попутно Все меньше Времени Вот-вот Сходить И надо бы Успеть Поторопиться Собрать Вещички Поменять Прикид Попутчиковы Нагляде Целиться Встречать Родня Торопится Уже И старый Друг В поглаженной Сорочке Уже Пора Подумать О душе А я Сижу И мучаюсь Над строчкой 2012 Однажды К вам Приходит Этот миг Весь мир Теряет Всякое Значение И в сердце Замирает Боли Крик И хочется У всех Просить Прощения И напряженно Как тюльпан В бутоне Ты ждешь Что вот сейчас Произойдет Душа твоя От нелюбви Решительно Прогонит Нелюбовь И капнет Ягода Душистым соком Надрогнувшие Губы В полусне И облаков Табун Неслышным Скоком Рапидом Раствориться В белизне 2015 Без вариантов Верлибр Она была Немолодой И некрасивой Но мы ее любили Она внушала Пишите Черновик Как Беловик Так Будто Больше Нет Бумаги И мы Старались И у меня Не получалось Все время Обновлял И освежал И варианты Новые Казались Лучше Прежних Оглядываюсь На Отгоревший Закат На Запертый Футляр С аккордеоном На Птичий Рынок Откуда Смотрит На меня Беспомощный Щенок Вчера Мой Сын С женой Решили Пожить Немного Врось И Разбежались Он Сам Ее Отвез Куда-то К Тетке Нет Не В Саратов Тут Недалеко На Край Света Он Начинает С чистого Листа А У Меня Бумаги Больше Нет Да И Чернил Признаться Не Осталось 2017 Год Прощание Уже Свое Отпели Коростели Пожохла По оврагам Лебеда И Даже Соловьи О Соловели И Заливадой Канула Звезда Еще Цветы Не Сорванные Мною Трепещутся Быленкой На Ветру Но Желтых Листьев Первые Каноэ Уже Качают Лужу По Утру А Утро Возникает Из Тумана Рассыпанным Стеклярусом Росы Но Аура Его Непостоянно За Бабиим Летом Притаилась Стынь Продрогли Даже Журавли Колодцев Землистым Небом Придавила Лес И Редкий Гость Негреющее Солнце И Сиротливый На Часовне Крест Ну Вот И Все Пора Нам Восвоясе Роняет Лист Осенний Календарь Заждались Дома Наш Дворовый Ясень И Мокнущий Под окнами Фонарь 2019 год Удивительный Совершенно Образ В этом Стихотворении Да Не Только В Этом И Замыкается Круг Висит Над Городом Звезда Осенняя И Небо Вспорото Ночной Грозой Я Знаю Что Потом Придет Прозрение И Чистым Воздухом Дохнет Озон Летят Над Городом Метели Белые Туманным Мороком Запутан Путь Озвучи Шепотом Надежды Смелые И От Судьбы Уже Не Отвернуть Плывет Над Городом Дыхание Вешнее Приходит С Грохотом Рубаха Май Я Знаю Что Потом Химеры Грешны Опять Как Пьяного Сведут С Ума Встают Над Городом Рассветы Ранние И Пахнет Скошенной Травой Лук Проходит Облако Беспечным Странником И Замыкается Любовью Круг 2018 Какая Грусть В Цветении Цветов И В Парочках На Улице Заречной Увы Но Красота Недолговечна Как И Невечно Вечная Любовь И Это Невозможно Удержать Ни Молодость Ни Красоту Ни Радость Увы Ни Отклониться Ни На Градус Безжалостная Временная Рыжа Но Лечит Душу Сладкая Печаль С которой Смотришь На Закат Лиловый И Слышишь Чьё-то Ласковое Слово И Чувствуешь Когда Бежит Хрусталь 2019 Год Все Вернется Все Вернется На Круги Своя Радость Забота И Печали Вертикали И Горизонтали Все Вернется На Круги Своя Сотворение Сказок Наяву Ливни Поцелуи Перекаты Разочарования Утраты Все Вернет Вам Это Дежавю И Куда Бы Не Завел Азарт Сколько Бы Немножилось Событий Если Будешь Так Ж Любопытен Все Равно Вернется Все Назад Все Приходит На Круги Своя Я Смотрю На Небо Из Колодца Все Друзья Когда Нибудь Вернется Все Вернется На Круги Своя 2017 Ты Мне Не Снилось Долго Целый Месяц Проваливаюсь В это Нежитие Я Не Встречал В Пролетах Голких Лесец Твой Силуэт Видение Мое Не Только Эти Ночи Но И Дни В Бездонной Бесконечности Тонули И Я Тащил Их Как Китайские Кули И Корчевал Их Как Гнилые Пни Но Распорядок Действий Дан Не Зря Согласно Нормам И Календарям В Урочный Час Предстала Ты Живой Как Раз На Судный День Сороковой С Сих Пор Ко Мне Приходишь Вновь И Вновь И Всякий Раз Внезапно Возникая Как Вирус Проникаешь Прямо В Кровь И Медленно По капле Вытекаешь Я Уже Привык К Подобным Снам И Жизнь И Слезы И Любовь И Спа До свидания Эпиграфом К Стихотворению Строки Осипа Мандельштама Кто Может Знать При Слове Расставание Какая Нам Разлука Предстоит Каждый Каждый День Шумливые Вокзалы И В Больших И В Малых Городах Объяснений Выслушав Немало Бойко Провожают Поезда Каждый День Уносят Самолеты Пассажиров В Дальние Края И С Надеждой Или Не Охотой Люди До Свидания Говорят Расставание Это Боль И Мука Нависает Как Домоклов Меч Но Порою Горькая Разлука Нам Нужнее Чем Веселье Встреч Пусть В Разлуке Нам Сгибает Плечи Расставание Тягостной Недуг Но Надежда Этот Допинг Встречи Сглаживает Горечи Разлук Вход И Выход Словно Чего-то И Нечит Все Мы Перетерпим До Поры Нас Разлуки Лечат И Калечат Это Входит Правила Игры 2016 год Когда Смолкают Птичьи Голоса Под лунный мир Уходит На Покой Душа Травы Восходит К небесам Благоухает В тишине Левкой В объятиях Прохлады Дышит Лес К Далеким Звездам Тянется Камыш И Одинокой Рыбы Тихий Сплеск Пугает Притаившуюся Мышь Тревожит Тишину И плач И смех Но По ночам Все Так же Среет Плод И Вздрагивает Твой Малыш Во сне Он Тоже Потихонечку Растет Стекает Ночь Неслышно Слажных Крыш На Шепоты И Шорох Шелухи Баюкает Обманчивая Тишь Растут Во сне Ромашки И Стихи Сына Павла Заколочены Окна И Двери Полумгла По углам Залегла Бродят Тени Былых Суеверий И Надежд Не Истлевших Дотла Заводной Легкий На ногу Странник Перейду Роковую Межу Лабиринтами Воспоминаний Я Как манты К себе Выхожу И По новой Себя Открываю Проходя По знакомой Тропе Узнаю Познаю Но Но я Но я Таки Выгреб К себе Снова Гол Как сокол Перед Богом Не В зачет Ни машина Ни молва Только Просто Душа Недотрога Да Еще На плечах Голова 2001 Первый год Случа Случа Случаются Такие Вечера К рисалам Сердца Высеку Искру И Запорю Огонь Сердечной Боли И К жертвенному Этому Костру Вас Позову И Запасу Пуцоли Чтоб Разгорелся Мой Костер Чтоб Он Согрел Меня И Друга В него Я Должен Бросить Все Чем Был Обрадован Напуган Чем Осчастливила Судьба Вино Вино И Вой Фугаса Любовь К отеческим Горобам И Омут Глаз И Порчу Сглаза И Все Сначала Все Впервой Посты Кресты Мосты Аллеи Не Пожалею Ни О чем И Никого Не Пожалею Но Фамильярная Эпоха Слегка Похлопав По плечу Мне Скажет Что Ж Не так Уж Плохо Хотя Не так Как Я Хочу И Буду Мучиться Опять Искать Единственное Слово И Буду С головы До Пят Изжеван Как Рекламный Слоган Утих Утихли Страсти На Моем Столе Неведомо Неведомо Так Текстуры Как Под По Черепи И Утар И Близится Пронзительное Утро Не Ясно Проступает Между Строк Чужая И Неведомая Мудрость Бормочет Лето Древний Свой Иврит Ораторским Бахвалится Искусством Соприкасаясь С вечностью Изусно Все Говорит И Говорит И Говорит 2003 Год Мне Нравятся Большие Города С Их Колизеями Кремлями И Биг Бенами С Их Волгами Дунаями И Сенами Мне Нравится Их Плотная Среда Мне Нравится Неторопливый Ритм Провинциальных Городков Уютных С Грустинкой Воспоминаний Смутных С Извечной Мудростью Потрескавшихся Плит Мне Нравится Одноэтажный Быт В Приречных Деревеньках И Леселых И Петухи Их В Бархатных Кабзолах И Перестук Подкованных Копыт Мне Нравится Прокуренный Гудок И Перебор Гармошки Полупьяной И Шалый Взгляд Попутчицы Татьяны И Робкое Рождение Этих Строк Мне Нравится Переступать Межи Срываться В Гневе Предаваться Лени Давать Пощечины И Целовать Колени Ах Боже Мой Как Нравится Мне Жить 1999 Это Все Что Мне Сегодня Хотелось Вам Предъявить Пропустив Через Своё сердце Через Свою Душу Наверное Виктор Павлович Выбрал бы Другие Стихи Для Презентации В таком Формате Но Это Моё Женское Прочтение И Я Ему Искренне Признательна За Это Откровение И За То Что Он Мне Доверил Сделать Этот Небольшой Экскурс В Его Поэзию В Свой 85 День Рождения На Этом Наша Сегодняшняя Программа Подходит К Концу Я Желаю Вам Интересных Ярких Событий И Будьте Здоровы До Новых Встреч